Это такая же ситуация, буквально, как с аннексией Крыма. То есть это два события одного ряда, и это очень многие хорошо понимают. На самом деле это такое понижение вообще правового основания, политика правового основания Российской Федерации. Вот ровно так же, как Крым представляет из себя не просто аннексию, которую Крым отнят у Украины, но он разрушает и границы Российской Федерации. Это очевидно, потому что внутри Российской Федерации находится территория непризнаваемая, международно как присвоенная. Тем самым граница разорвана. И если, это надо все время повторять, если кто-то говорит, что Россия должна сохранять свой суверенитет, то сохранять суверенитет – это значит поддерживать контур границы, не нарушена. Так вот, с Конституцией такая же история. Путинские поправки, то, как они проведены, как проведена конституционная реформа, они настолько грубо и в каком-то действительно слабо легитимизированы, что они разрушают контур Конституции. И правильно говорят те, что здесь не просто реформа, а мы остаемся без Конституции таким образом, с очень слабой Конституцией после поправок. В этом смысле действительно и то, и другое оказывает влияние, долгосрочное влияние на будущее. Это, несомненно, так. Продолжение следует...